Дорогие друзья, добрый день! Поговорим сегодня поподробнее про опущение внутренних органов. Как понять, что оно у вас есть? Это довольно несложно. Если вы не удовлетворены формой своего живота, скорее всего, есть опущение. Если вы человек худощавый, вы можете посмотреть на себя в зеркало, сделать фотографию, и несмотря на то, что тело может быть худым, но внизу под пупком, над лоном будет торчать небольшой животик. Если вы человек более полный, то живот будет свисать, он будет как бы не подтянутый. Это внешний явный признак опущения внутренних органов. Потому что живот имеет такой размер не потому что живот плохой, а потому что внутренние органы смещены со своего места. Связочки, которые подвешивают кишечник, растянуты. Прежде всего, вследствие копчиковой травмы. Когда человек летит и резко приземляется на ягодицы, на землю, вследствие разных причин, миллион вариантов бытовых травм существует. В этот момент позвоночник резко останавливается, а связки, которые подвешивают кишечник, растягиваются. И вся масса кишечника со всем кишечным содержимым, ведь это очень тяжелый объем. Все это резко опускается вниз, растягиваются связки, и дальше уже продолжается опускание органов вниз, которое провоцируется подъемом тяжестей, последующими падениями, провоцируется беременностью и родами. Конечно же, усугубляют ситуацию, если ослаблены сами по себе связки, вследствие того, что человек не употребляет в пищу мясо, вследствие эндокринных проблем, вследствие дефицита витамина D. Что происходит далее? Весь этот объем начинает давить на органы малого таза и на сосуды, по которым кровь оттекает от нижней части тела. И отсюда возникает множество разных следствий застоя крови в нижней части тела. Чтобы их себе представить, вы можете вспомнить, что было, когда вам при взятии крови из вены накладывали жгут на руку. При этом раздувались ваши вены, и медсестре было легче попасть в вашу руку. И вот, если я убираю жгут, вена перестает сдавливаться, сразу же уменьшается ее просвет. То есть, под жгутом рука отечная, увеличенная в объеме, с расширенными венами. То же самое и в нижней части тела. Появляются отеки ног, варикозное расширение вен на ногах, варикозное расширение вен малого таза, геморрой, кровь застаивается в матке, и при менструации происходит обильная кровопотеря со сгустками, могут возникнуть различные проблемы с тем, чтобы забеременеть, выносить ребенка. Когда органы давят на мочевой пузырь, чаще развиваются циститы, учащаются мочеиспускания, характерные ночные вставания в туалет. У мужчин сдавленный мочевой пузырь давит на простату, возникает отек простаты, чаще возникают простатиты. Хронический простатит фактически всегда бывает на фоне опущения внутренних органов. Далее гиперплазия, аденома и с последующим озлокачествлением. Естественно, на фоне опущения внутренностей легче возникают воспалительные процессы в матке и в придатках. Это фон для развития внематочной беременности. Это фон для развития овуляторного синдрома. Это фон для развития гиперпластических процессов в эндометрии, развития миомы матки, кисть яичников. Далее, очень характерный симптом для опущения внутренних органов это ощущение тяжести в животе после еды. Связано это с тем, что внутренности и так уже опущены вниз. И даже если небольшое количество еды добавляете туда, дополнительные 100-200 грамм, эту систему слишком сильно растягивает ощущение натяжения, тяжести возникает. Так что, дорогие друзья, несложно догадаться по данным симптомам, что у вас есть опущение. Что же с этим делать? В первую очередь, нужно выполнять упражнения для подъема внутренних органов. Вы можете его посмотреть по ссылке под данным роликом. Переходите, делайте. Только я вас очень прошу, все те нюансы, которые я там указываю, выполняйте досконально по пунктам. Иначе результат будет не тот, который вы хотите. Что-то примерное не подойдет. В точности, как я там говорю, каждое слово имеет значение. Мне доводилось видеть, когда на прием приходили женщины, выполняющие данное упражнение, показывали, как они его делают. И это было очень далеко от реальности. Там все просто. Задача внимательно выслушать и выполнить все один в один, как я объясняю. Это первый вариант, который доступен прямо сейчас. Второй вариант. Вы можете прийти ко мне на курс «Животам нет», через который уже прошли сотни и тысячи женщин с прекраснейшими результатами. Вы можете наблюдать их на фотографиях, которые сейчас здесь будут продемонстрированы. И можете понять, что такие же результаты точно доступны и вам, если вы будете усердно трудиться. Подчеркну, если вы просто приходите на марафон, оплатив его, живот у вас, после того, как вам пришел чек об оплате, не исчезает. Для этого нужно реально работать. И те женщины, которых вы видите на фотографиях, они реально поработали. Упражнения, которые я подобрал для курса, в течение дня занимают немного времени, но они подобраны таким образом, чтобы сработать очень и очень эффективно. Подчеркну, дорогие друзья, опущение органов само по себе никуда не девается. С возрастом оно может только усиливаться и прогрессировать. В запущенных случаях опущения у женщин может быть выпадение половых органов, образование грыж передней или задней стенки влагалища, выпадение матки. Мне доводилось встречаться с женщинами, которые в 62 года имели грыжу половых органов. И интересно то, что когда было им 20-30 лет, им говорили «У тебя есть склонность к опущению, у тебя есть склонность к выпадению». 30 лет было упущено впустую. Поэтому, дорогие девушки, не упускайте время, принимайте меры и будьте здоровы. Сохраняйте свои органы в правильном положении и пусть животик ваш вас радует своим внешним видом.